Пизанская башня Богоматери Вознесения Красивая, но в общем-то ничем не примечательная церковь Так и осталась бы одной из тысяч местечковых достопримечательностей Италии Однако ее ждала совсем другая судьба Стать одним из главных итальянских символов Ей помогла колокольня, больше известная как Пизанская башня Пизанская башня крайне интересна Даже если не брать во внимание ее наклон Из-за особенностей застройки площади чудес Где стоит собор Богоматери Вознесения Колокольня была возведена на довольно приличном расстоянии от самой церкви Архитектура башни не характерна для католических построек В ней прослеживаются восточные мотивы А некоторые специалисты и вовсе считают Что она отдаленно напоминает мечеть Еще в самом начале строительства Пизанской башни В 1173 году выяснилось, что грунт под ней проседает Из-за этого возведение колокольни собора Богоматери Вознесения Растянулось на долгие 200 лет Когда же семиэтажная башня со звонницей все же была построена В ней сразу же начались реставрационные работы Они продолжаются и по сей день Если их прервать хотя бы на один год Колокольня просто рухнет Но тем, кто пока не увидел знаменитую падающую башню Расстраиваться не стоит Ученые считают, что благодаря предпринимаемым мерам По укреплению грунта и самого здания Она простоит еще минимум 300 лет Хотя есть и более пессимистичные прогнозы Которые предрекают достопримечательности Гибель уже в ближайшие 40-50 лет На сегодняшний момент разница между двумя сторонами Фундамента Пизанской башни превышает 2 метра А стены колокольни отклоняются от вертикали Примерно на 5 градусов Почему же здание до сих пор не упало? Все просто Устойчивость конструкции обеспечивается Расположением центра тяжести колокольни Башня интересна не только снаружи Внутри колокольни можно увидеть множество Крытых галерей с арками Которые украшены различными узорами и орнаментами В центре башни расположен большой открытый зал На стенах которого изображены обители моря По трем витым лестницам можно подняться на звонницу С уникальными колоколами Самый старый из них был отлит более 4 столетий назад А самый тяжелый весит свыше 3,5 тонн Всего колоколов на башне 7 И каждый из них настроен на определенную ноту В России также есть подобная достопримечательность Наклонная башня расположенная в центре города Невьянска Сверловской области Построена в 1732 году Это самое известное архитектурное сооружение на Среднем Урале На этом все Спасибо, что нас смотрели Подписывайтесь и ставьте лайк Новые выпуски каждую неделю До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok